Мысли веры. 17 июля. Понимая благодать. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 12 стих. Процессы, через которые мы проходим в путешествии благодати, обучают нас быть преобразуемыми в образ Сына через внутреннюю работу Божьего правления в богочеловеческом действии, когда Троица контролирует душу через позитивное воле изъявления в отношении Божьего обеспечения по благодати. Божье обеспечение для каждой детали нашей жизни всегда благодать. С нашим служением часто контактируют некоторые пасторы других церквей. Они слушают наши кассеты и проповедуют по некоторым из наших буклетов. Хотя они и проповедовали Евангелие, но многие из них не понимали благодати. Очень много христиан живет в фрагментарных или прерванных взаимоотношениях из-за непонимания благодати. Как пастор, я не понимаю этого настолько, насколько должен понимать. Когда я проповедую о благодати, я подобен ребенку. Я чувствую, что я все еще не знаю благодать, хотя наслаждаюсь ею и применяю ее. Я хочу, чтобы благодать научила меня отвергать нечестие и мирские похоти, и жить тихо и по-библейски в этом злом мире. «Благодать – величайший учитель святости и практической праведности для человеческого опыта, который у нас когда-либо был или будет». Карл Стивенс